Привет, друзья! Вадим и канал Австралии по-житейски. В этом видео я приглашаю вас в поездку. Мы поедем до района, который называется Булимба. Поведем своего сына на занятия по дзюдо. И просто приглашаю вас прокатиться. Никакой такой интересной и насыщенной информации в этом видео не будет. Мы просто будем ехать и отдыхать от супруга за рулем. Доча, которой было плохое настроение целый день, она нервы жене мотала. Сынишка сидит в своем кимоно. Значит, да, едем мы из Улан-Габа до Булимба. Как обычно, в это время трафик довольно-таки плотный. Те, которые люди выезжают из Сити. Видите, какая длинная машина поехала. А еще сейчас проедет Мерседес. Вот, видите, вот. Мерседес SLS AMG. Таких вообще можно по пальцам пересчитать. Вообще, недавно, друзья, видел статистику, что, оказывается, австралийцы покупают прокачанный немецкий автомобиль на 20% больше, чем сами немцы. Вы понимаете, вот, пожалуйста, еще одна МК поехала. То есть, в Германии спрос на такие машины не такой большой, как в Австралии. Ну, возможно, потому что австралийцы очень хорошо живут и уровень жизни здесь выше. Вообще, знаете, когда мы путешествовали, я ездил в Германию, мы ездили в Баварию, я думаю, что там увижу очень много BMW таких, знаете, таких нафаршированных. Нет, ничего подобного. Все ездят в каких-то маленьких машинках. Очень много корейцев, очень многие азиатских машин. Opel попадается, но такого количества таких серьезных спортивных тачек там нет. То же самое в Японии. Знаете, когда я только приехал в Австралию, это было в середине 2000-х. Здесь было просто огромное количество супер, скайлайнов, сильвий. Чего только не было. Хонда были. В общем, был просто огромный выбор спортивных машин. Кстати, сейчас прервуюсь. Видите, вот это Клаб Спорт. Это австралийская икона. Holden Special Vehicle. И там был бейджик, там 289, что ли, киловатт Клаб Спорт. Кстати, видите, с правой стороны рос бамбук. Вот. И значит, да, было в то время очень много спортивных японских машин. И когда мы поехали в Японию в 2007 году, я думал, ну вот там-то я встречу весь этот японский рай. Нет, ничего подобного. За 4 дня я увидел только пару скайлайнов. Одну Сильвию и одну Ламборгини. Все. Больше я ничего не видел. Конечно, там машины спортивные есть, но не в таком количестве, как в Австралии. А вот мы уже приехали в Буллимбу. Вот посмотрите на домики, которые по сторонам. Вот эти вот такие типичные австралийские дома, которые называются Квинслендер. Деревянные домишки, стоящие, как бы, вот видите, вот, пожалуйста, еще один Квинслендер. То есть, сделаны из дощечек, стоящие чуть повыше от земли. Вот, пожалуйста, еще. Вот классный дом. Смотрите, как красивый. Это самый типичный Квинслендер. Вот. Таких домов, конечно, остается меньше. Многие из них до сих пор считаются как heritage, который нельзя сносить. Видите, вид какой носитель замечательный. Значит, между нами, вот районом Буллимбы и Сити, находится еще один дорогой район, New Farm. Тоже бы там смотрели квартиру или дом, но ничего не нашло. Собственно, да, мы приехали с самой центра Буллимбы. Это называется улица Оксфорд-стрит. И по ней мы сейчас прогуляемся до самой речки. Улица очень красивая, много всяких кафешек, ресторанчиков. Кстати, что касается пожрать, друзья, в Австралии просто, ну, огроменный выбор. Мы шли, там была и итальянская кухня, вот чуть подальше будет. И греческая, и тайская, и вьетнамская, и японская, и суши такие, и суши другие. В общем, чего только нету. А это очень интересная кафешка. Если лет 10-15 назад был популярный интернет-кафе, то здесь как бы бук-кафе. То есть вы приходите, берете книжку и читаете, пьете свой кофе или там что вы там закажете. И можете почитать выбор просто литературы огромного. О, здоровенный волкодав. Вот. Кстати, место очень популярное. Супруга там несколько раз была, говорит, там всегда обычно народу много. А вот, пожалуйста, посмотрите стоимость домов в этом районе. 649 за трешку, или, пожалуйста, 895 за трешку с двумя гаражами, с двумя машинами. Здесь один санузел, гараж на одну машину. Район довольно-таки дорогой, потому что недалеко от Сити какая-то церковь тоже была очень интересная. Хотелось внутрь зайти, но она была закрыта. Так как мы приехали, это было уже пол седьмого вечера. Вот. Там есть также торговый центр, шоппинг-центр. Может там ничем затариться. Вот, пожалуйста, суши-стейшн. Можете зайти и поесть японские суши. А с другой стороны, Макс Бреннер шоколадный бар. Это шоколад в шоколаде под шоколадом. Там просто, ну, обожрись сладости, что и на есть вообще. Ух, слипнется. Все, что может, только слипнется. Такие Макс Бреннер, они встречаются только в хороших районах. Вот, суки. Вот, суки, а? Вот не знают русский язык. Кстати, спар. Вот, друзья, это я заметил только, когда монтировал видео. А так мимо прошел спар и спар. Интересная, очень сувенирная лавочка. Так, посмотрел, посмотрел. Потом, бац, Корея, путеводитель. Друзья, напоминаю, мы находимся в Австралии. Нигде-то. То есть, видите, какой выбор. То есть, в Австралии все есть. Надо только уметь искать. Вот, ну, какая там свалка. Чего только нет. Если прийти пораньше, что там можно порыться и какого-нибудь антиквариата нарыть. Есть, конечно, у вас есть такое желание. Ну, а мы идем дальше. Пи. Если видеть такой значок, это огромная компания, которая занимается недвижимостью через эту фирму. Мы, собственно, купили квартиру. Они обычно ориентируются на среднее и премиальное жилье. То есть, у них там якобы очень крутой такой сервис. Хотя, не знаю, ничего крутого я не заметил. Было, кстати, в офисе этого Пи. Вот, не буду врать. Сидят, как селедка в бочке, как обычный колл-центр. Вот их там несколько рядов вот этих вот операторов, которые на телефоне, которые агенты по продаже. Вот у них буквально 600 миллиметров ихнего пространства, небольшая полочка и все. Вот они, правда, там сидят, как в Китае. Вот это интересно, друзья. Вот эти деревья, они спускают, как бы лианы, уходят в землю. И ведь, чтобы их не тревожить, сделали вот такими вот трубками. Вот, чтобы их не грызли, не кусали, дети не ломали. Заботиться. Видите, какой товарищ усатый. Это был какой-то, мне кажется, итальянский ресторанчик, пиццерия. Точно мы мимо проходили. А потом мы зашли в замечательную бюргерную. И во многих наших кафешках, вот чтобы посетители не скучали, можно поиграть в вот такие игры. Мы сидели минут 10, нам уже принесли, мы уходить не хотели. У кого лучше получилось, дочь тоже там с нами играла, супруга ей помогала. Очень, штука очень захватывающая. Друзья, что мне нравится в Австралии, потому что даже если вы сидите в каком-то таком ресторане или баре, вы всегда сможете чем-то себя занять. И особенно можете занять детей. Вот сейчас, по-моему, у супруги все это развалится. Вообще, даже можно обзоры на такие игры делать. Было бы очень популярно. Сейчас смотришь, даже сам смотрю, такое нервное напряжение. Вот сейчас, вот сейчас, с того, глядя, рухнет. Ну, 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 ну. Вроде бы все хорошо. А тут теряется баланс, и все дело развалилось. Вот так вот. Вот, друзья, знаешь, посидели мы, полопали бутерброды. Бутерброды не стал показывать. Эксклюзивные бутерброды. Может, как-нибудь в следующем видео покажу. Чтобы вас не пропадал интерес смотреть новое видео на канале. И тут мы, между делом, потихоньку, помаленьку подошли к речке, к Брисбанке. Полиция тоже подъехала. Но не пугайтесь, это не за нами. Вот, значит, пришли мы к реке. Смотрите, какой замечательный открывается вид. Это сейчас время было, наверное, без 15.7. Ведь уже темнеет. Это у нас март месяц. Так что, да. Солнце здесь заходит очень-очень быстро. Нету здесь таких упоительных вечеров, как в России. Но зато в Австралии много своих плюсов. Вот вид на Сити через New Farm, через Kangaroo Point и потом уже Сам Сити. Очень-очень красиво. Такое у нас получилось видео. Если эта поездка с нами вам понравилась, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И, конечно, оставляйте ваш комментарий. Спасибо за просмотр и до следующих встреч. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!